Девушки отдыхают Я предупредил, что это не мои вопросы? В общем, невозможно без одного крыла. Нужно любить и маму, и папу. Нужно выбрать один трек, который останется. Один-единственный. Какой трек ты выберешь? У меня очень своеобразный подход к музыке. Извини, конечно. Знаешь, люди по-разному могут интерпретировать мое желание. Но я бы оставил песню «День Побед». Мне нравится эта песня. И она действительно вызывает во мне эмоции. Эта песня-история. Она вызывает эмоции. У меня волосы встают дыбом, по спине мурашки. Я бы оставил эту песню. Она очень духоподъемная песня. И наворачиваются слезы. Но эти слезы радости, о чем в песне, собственно, и поются. Я вырос в городе Сочи, на улице Альпийской. И рядом с моим домом находился мемориал. Каждый раз я слышал эти песни. И это оставило в моей жизни неизгладимый след. Я действительно понимал, что люди отдали жизни ради того, чтобы мы спокойно сейчас с тобой катались на этом трамвае. Многие просто хотят стереть эту историю. Многих попрали. Знаешь это выражение? Просто попрали, вытерли ноги о том, что сделали наши деды и прадеды. Я считаю, просто взять и пустить на самотек, это неправильно. Нет ничего плохого в параде. Конечно, банальный пример. Но у американцев посмотреть. Реально у них в любом кино американский флаг, патриотизм. Истребители пролетают на любом празднике. Везде солдаты, везде все говорят, мы, мы лучшие. Почему мы не можем это делать? Патриотизм, он на голову не падает. Его надо культивировать, его нужно говорить об этом. И в этом нет ничего такого. У нас просто пропала идеология. Все, к чему сейчас стремимся, это просто пожить и заработать денежек. А общая идеология, единства народов нет. Понимаешь, мы все живем в каком-то коммерческом государстве. Почему нет идеологии? Чего мы хотим добиться через 20 лет? К чему мы стремимся не как теми, не как ячейки, а как целостное государство? Да, все не идеально, базару нет. Родина, она не идеальна. Я люблю свою родину, потому что она любит меня. Моя родина, это Россия. Я не идеальный, и она не идеальна. И наша любовь, это взаимная. Россия любит меня таким, какой я есть. А я люблю ее такой, какая она есть. Вы знаете, люди, которые добиваются успеха или становятся известными в вашем амплуа, ну, как вы говорите, шоумен, ну, человек, который смешит, так скажем, они почти всегда хотят сыграть какую-то, такую, ну, драматическую, серьезную роль. Есть такая роль у вас вообще в голове? Роли нет, желание есть. Желание есть, Роли нет, понятно. А по поводу того, что пишут, вы ведь не только, условно говоря, читатель того, что пишут, вы же и писатель, вы же блогер такой, в общем. Как бы прославленный блогер. Прославленного там, к сожалению, а может и к счастью, ничего нет. Ну, ваш блог, он приравняется к средствам массовой информации. Ну, сейчас любой блог, в котором посещаем больше 5 тысяч человек. Да, должна быть, ну, как это вот, каково вам, это, как называется, welcome to the class. Как вы себя ощущаете в качестве журналиста, условно говоря, человека, который пишет в средства массовой информации? Или вы таковым себя не ощущаете? Я не ощущаю себя таковым, поскольку я не освещаю что-то. Я могу написать, я просто могу написать какую-то, я устал. Или там, я не знаю, ой, ну и погодка сегодня. Это все равно так и остался мой личный микроблог. Я также выкладываю в соцсети фотографии, но я, ну, иногда там меня просят, Мишка, у нас там шоу какое-то, или у нас там концерт, можешь? Пропиарить. Да, пропиарить. Я в силу своей доброты и мягкосердечности говорю, ну да, конечно, я это сделаю там. Мне очень не нравится фидбэк этого всего, то есть обратная связь. Я понимаю, что люди в лицо мне никогда не скажут. А за глаза они могут там написать какую-то, а вот там касается и национальных вопросов, могут написать мне что-то. И касается, ну, много завистников. Они просто пишут, либо просто школьник какой-то, он понимает, чувствует свою безнаказанность, может просто написать, хотя может он сам того не думает или не ощущает того, что пишет. Но он написал это. Либо просто какой-то парень с юношеским максимализмом взял и написал, просто чтобы я что-то ответил. Естественно, я не отвечаю на это. Это правильно. Да. Ну, я за живое общение. То есть мне проще встретиться с группой моих почитателей или поклонников моего творчества и поговорить воочию. Тут я чувствую как раз-таки этот обмен энергии. Через интернет его не происходит. Даже через телевидение, через кино он есть, но через интернет я не ловлю его. Его нет. Он очень сложный. Он не знаю, его очень сложно не понять. Нет, вот анонимность в интернете, она раздражает, потому что ты, в общем, совершенно не понимаешь, что это, кто это и зачем. Да. Это может быть чей-то заказ, это может быть там, в общем... Да. Я в этом смысле с вами солидарен. Я против анонимности в интернете, тем более, что кому надо, те все знают. Возьмите, пожалуйста, животное. Оно, по-моему, достойно себя повело. То есть никуда не пытался убежать. Вот. Что важно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...